Девушки отдыхают Существует ли ответ на этот вечный вопрос Вольны ли мы хоть в чем-то в жизни Или все предопределено свыше И судьба наша написана на небесах И тогда зачем совершенствоваться, меняться, учиться Или мы как скульптор Изначально имеем некую болванку Но тонкость грани и рисунок по хлопкому камню Зависит от нас Часы ожидания тянулись бесконечно Возбужденное воображение рисовало картину за картиной То в ярком свете блестящего успеха То в мрачных красках неудачи По временам ей живо представлялось Будто она присутствует при торжестве императрицы И видит все счастливые для России последствия этого переворота То вдруг виделась ей Екатерина бледная Обезображенная Умирающая Благодаря их неосторожности В жизни Екатерины Романовны Дашковой Императрица Екатерина занимала особое, можно сказать, исключительное место Когда они познакомились То Екатерине, тогда великой княгине, было 30 лет А Екатерине Романовне 15 И тогда их стали называть Екатерину Великой и Екатерина Малая Чтобы различать И точишь они испытали взаимную привязанность Которая переросла в нежную, почти античную дружбу И следы этой дружбы видны в письмах Екатерина Великой писала Екатерине Малой Трудно найти по всей России Кого-нибудь, кто бы мог достойно заменить вас Сердце мое бьется в венесон с вашим Со всей отзывчивостью, на которую я только способен Между тем положение самой Екатерины Великой было весьма щекотливым Ее муж Петр Третий пришел на престол в декабре 1761 года И собирался сослать свою жену Екатерину в монастырь А жениться на, и в этом иронии судьбы На сестре Екатерины Романовне, Елизавете Романовне Воронцовой Таким образом Екатерина Романовна как бы изменила своему клану Перешла в стан врагов, что ее родственники впоследствии не забыли И так получилось, что когда произошел переворот Екатерина Романовна проспала этот момент И тем не менее продолжала думать, что она была организатором всего заговора Екатерина Великая так не думала В письме своему бывшему любовнику Понятовскому в Польшу Она писала Уже шесть месяцев, как замышлялось мое вашествие Княгине Дашковой, хотя и очень желает приписать себе всю честь переворота Но вследствие своего родства с Елизаветой И девятнадцатилетнего возраста не внушала никому доверия Она очень умна, но с большим числами соединяет взбалмошный характер Екатерина Романовна ожидала щедрых наград за организацию государственного переворота И думала, что может быть она станет сенатором Ну что первой советницей государства, ну это точно Но вступившая на престол Екатерина Наградила ее орденом святой Екатерины Позже сделал статсдамы, но не более того Возможно в это время Екатерина Романовна Вспоминала слова своего крестного императора Петра Третьего Убиенного мужа Екатерины Второй Доча моя, помните Что разумнее и безопаснее иметь дело с такими простаками, как мы Чем с великими умниками Которые выбрасывают лимон, выжив из него сок Но сердце ее все равно принадлежало Екатерине Великой Мы построили гороскоп Екатерины Второй Совмещенный с гороскопом Екатерины Дашковой Огромное количество совпадений планет в их гороскопах Говорит о том, что встреча их была предопределена В этом есть кармическое предначертывание Луна Екатерины Дашковой в Тельце В точном соединении с Солнцем Екатерина Второй, она Телец по гороскопу Это соединение часто бывает в гороскопах с трубами Обозначая взаимодополнительность Екатерина Дашкова была очень нужна Екатерине Второй Ее энергия, ее заряд, ее безудержная сила Была нужна для совершения государственного переворота И наоборот, Екатерина Дашкова получала от Екатерины Второй Поддержку в совершении значительных государственных дел Но их разрыв был также предопределен Как только Екатерина Вторая стала государственной Она не могла терпеть двух королев в одном дворе А молодая Дашкова, энергичная, очень независимая Крайне неуютная, несговорчивая Была неудобна в качестве партнера Умные женщины редко бывают красивыми И в этом случае не знаешь, кому верить Портреты изображают вполне обаятельную женщину Современники все как один подчеркивают ее непривлекательность Может быть, ее манера говорить всем искренне и резко правду Мешала воспринимать ее объективно То, что слышали, накладывало отпечаток на то, что видели Или художники по традициям XVIII века льстили оригиналу Все, кто знал Екатерину Романовну, поражались Ее интеллекту, уму, образованности И непременно отмечали ее тяжелый характер и некрасивость Дидро, великий французский философ, который встретился с ней в Париже Писал Книгиня Дашкова вовсе не хороша Мала ростом, лоб у нее большой, высокий Щеки толстые, нос приплюснутый Зубы испорчены Талии нет вовсе Нет никакой грации Многие отмечали необыкновенное честолюбие Честлавие и эгоизм Дашковой Пожалуй, не было Человека, с которым бы она Могла долго поддерживать хорошие отношения Екатерина Романовна принадлежала к разряду людей Которые мыслят себя в центре вселенной И все вокруг должны восхищаться ее несравненными В том числе действительными достоинствами Если же человек не восхищался То значит, ему наговорили враги Или он враг, который завидует этим несравненным достоинством И с ним нужно бороться А по возможности его уничтожить Что же это за характер такой? Что за темперамент? Что за тип женщины? О которой почти никто не сказал доброго слова И тем не менее Она осталась в нашей истории Мы построили гороскоп Екатерины Дашковой Она родилась 17 марта по старому стилю Или 28 марта по новому стилю 1743 года в Санкт-Петербурге Около полудня И увидели, что в гороскопе Екатерины Дашковой Значительное количество планет находится в знаках мужских Что определило ее черты Черты амазонки, воительницы Солнце в Овне и Венера в Овне Определила ее овенский мужской характер Венера в Овне имеет напряженный аспект к Урану Что определило ее местами сумасбродный, независимый характер Марс восходит во Льве Вот это ее качество амазонки Мужественность, энергия, натиск Черная луна в стрельце Ее пунктик непременно нужно вырваться в Европу В европейскую элиту Такой показатель есть у Наполеона Максимальная экспансия, захват Она воплощает архетип Овна Героя, первопроходца, инициатора, первооткрывателя Овна можно уподобить по образному выражению Алисалома подводного пробки от Шамбанского Шумом и эффектно вылетает пробка, а затем лежит недвижно Поэтому овны сильны в прорыве, в стремительной атаке И этим характерна Дашкова Она предтеча современных феминисток Много и охотно носила мужскую одежду После смерти мужа не нуждалась в обществе мужчин Была белой вороной Не хотела быть, как все Канцлер, старший брат моего отца Лишил меня в нежном возрасте Любящих по печенью доброй бабушки И взял меня к себе для воспитания Вместе с единственной своей дочерью Впоследствии графиней Строгановой Так писала в своих записках Дашкова о раннем детстве Екатерина Романовна Дашкова родилась в семье Воронцовых Воронцовы древний род Но особенно они поднялись до времена Елизаветы Петровны Потому что родной дядя Кати Михаил Илларионович Воронцов Стоял на запятках саней Которые везли Елизавету Петровну в гвардейские казармы А потом участвовал в турме Зимнего дворца И в царении Елизаветы Петровны Он был близким человеком новой императрицы И впоследствии стал вице-канцлером и канцлером С Кузиной мы жили в одних и тех же комнатах Имели одних и тех же учителей Были одинаково одеты Однако же во все периоды и во всех действиях нашей жизни Не бывало существ, более несходных между собой Это может служить уроком для теоретиков Которые обобщают систему воспитания Екатерина Дашкова лишилась матери, когда ей было всего два года Да, собственно говоря, лишилась и отца Потому что отец ее знатный гуляка легкого нрава В общем, видимо, не очень жаждал воспитывать самостоятельно Всех своих детей, оставшихся сиротами И так с легкостью отдал их на воспитание своему брату Она росла в такой пышной обстановке В таком замечательном дворце Но не хватало ей чего-то, наверное, главного У нее не было двух самых близких людей Отца и особенно матери Вот эта нехватка любви, видимо Я думаю, она не могла не бросить тень на всю дальнейшую ее жизнь Потому что я, когда смотрю на нее, уже взрослую Мне все время кажется, что у нее в душе тоже способности к любви настоящей Как-то не было Но как знать, ведь эта способность формируется в детстве Поэтому, может быть, как раз отсутствие отца и матери И повлияло на нее вот таким печальным образом Она очень любила читать, известно, с детства Но сначала это были книги, в общем, приличные девочки Круга и возраста Есть еще один очень важный момент в ее детстве Она в 13 лет пережила очень тяжелый подростковый кризис Она разоболела корью Меня увезли из Петербурга Болезнь ослабила мое зрение Лишила меня возможности читать книги Моя прежняя веселость и резвость сменились меланхолией Я начала осознавать, что проведенное в одиночестве время Не всегда бывает самым тягостным Я сосредоточилась на себе самой И развила те умственные средства Которые только и могут поставить человека выше обстоятельств Именно после этого кризиса вместо обычного легкого чтения Она пристрастилась к чтению совершенно другому Она уже читает Дидро, Вольтера и прочих энциклопедистов То есть самые серьезные книги, которые, надо сказать, находятся таки в библиотеке ее дяди Ну понятно, что он же был канцлер Дашкова крестница императрицы Елизаветы и Петра Третьего То есть у нее положение самое высокое, которое только может быть Самое знатное, дальше уже идет императорская семья И в дом приходят дипломаты Приходят самые, видимо, умные, образованные люди своего времени И надо сказать, что все они удивляются тому Как много и как серьезно читает этот ребенок А что было бы, не заболей Дашкова корью Как повернулась бы ее судьба Была бы она нам интересна сегодня Если бы не пробудилась в ней тяга к наукам, к философии Вряд ли Значит, так предначертано Прошло немного времени после воцарения Екатерины Второй А как многое изменилось в жизни Екатерины Дашковой Она ждала удобного случая попросить разрешения у императрицы поехать за границу Поводом было пошатнувшееся здоровье детей Екатерина Романовна с 15 лет была замужем Родила троих детей, правда, в живых осталось двое Отношения с государыней складывались напряженно От блоги и надуши не осталось и следа Она нажила себе врагов в лице братьев Орловых Их даже обвиняли в заговоре против Екатерины Уйдя от двора, Екатерина Романовна деятельно занялась домашним хозяйством Дела эти домашние были в плохом состоянии Потому что к этому времени она уже овдовела А муж князь Дашков почти разорил имение И, как она пишет, ей приходилось экономить каждую копейку Чтобы восстановить состояние семьи Ради воспитания и образования сына Павла Она отправилась за границу Дважды на несколько лет она уезжала из России Посетила множество стран Ее принимали все коронованные особы Знаменитые ученые, профессора, художники И она произвела на них неизгладимое впечатление В Париже я пробыла всего 17 дней Я посещала монастыри, церкви, где можно было посмотреть статую Картины и памятники Заходила в мастерские самых знаменитых художников Побывала на спектакле, где сидела в райке с последним разрядом зрителей Мне никого не хотелось видеть, кроме Дидро Все восхищало меня в Дидро Даже эта горячность, проистекающая от полкости чувств и живости восприятия Его искренность, дружелюбие, прозорливый и глубокий ум Привязали меня к нему на всю жизнь Когда она вернулась со своими рассказами о загранице Она действительно была в центре внимания, чего всегда и хотела Но меня удивляет другое Что она увидела в Западной Европе совсем не то, что казалось можно было увидеть Она не донесла до Екатерины каких-то особенностей устройства политического, государственного западных стран Только какие-то подробности, благотворительности Ее больше занимает, что какое оно впечатление произвела на тех или иных людей Как она очаровала Дидро, как он согласился с ее защитой крепостного права Что, конечно, по-моему, быть никак не может Если она посещала Помпеи, то она обязательно говорит, что ей принадлежит идея сделать там музей То есть она всюду-всюду, она, опять же, первая Ну вот, Дашкова становится директором Академии наук И вот, мне кажется, тут ее честолюбие действительно празднует свой настоящий праздник Это ее звездный час Почему Екатерина Великая решила назначить Дашкову на это место? Вспомнила бы ее дружбу? Или планеты так сошлись на небесах? Или захотела блеснуть перед Европой? Вот вам и отсталая Россия, а женщина Академию наук возглавляет В ваших просвещенных государствах в помине такого нет В любом случае, это был смелый шаг для того времени И какой точный Когда она произносила приветственную речь перед академиками То она сказала Я, возможно, уступаю своим предшественникам по своей образованности и способностям Но никому не уступлю в цельности характера, который заставляет меня выполнять долг В связи с этим вспоминается страумное высказывание одного современника о Дашкове Она режет правду, как хлеб И Дашкова активно взялась за приведение в порядок Академии наук Которая к этому времени представляла собой, как писала Дашкова, полуразвалившуюся телегу Екатерина Романовна посвятила себя всю Академии наук Во-первых, она наладила финансы Академия была должна очень много И она добывала деньги и стала сдавать в аренду подвалы и помещения Академии Наладила она издательское дело Появился новый журнал И особенно прославилась она тем, что стала основательницей Российской Академии при Академии наук Это было научное собрание, которое занималось русским языком И главным усилием Российской Академии стало издание словаря русского языка Она сама писала слова на несколько букв, а остальные крупные буквы раздала ученым И ей было невозможно отказать, поэтому словарь сделали очень быстро И в целом вот это все здание Академии наук, прекрасное здание на берегу Невы Это тоже результаты и усилий Она утвердила проект Сама занималась почти прорабской работой Часто поднимаясь наверх по лесам И указывая строителям, как нужно строить Ходили упорные слухи, что из оставшихся материалов От здания Академии наук Эксимия Романовна построила себе дачу на Петерговском шоссе Ну, это дело обычное Эта дача по нашим меркам просто дворец И то, что Дашковой удалось построить два прекрасных здания вместо одного Говорит о ее потрясающих организаторских способностях Но вот что ей в жизни не удалось Так это отношения с детьми Хотя столько лет она положила на их воспитание Мне кажется, что все вот эти списки, которые она писала Все эти хваленые ее системы воспитания Скорее, они как-то были немножко вот для галочки И была-то какая-то показуха И, по-моему, вот Екатерина это разгадала Потому что она как припечатала со свойственной ей язвительностью Что, несмотря на хваленое Дашковое воспитание Оба ребенка вышли негодяями Но действительно ведь сын, несмотря на то, что учился за границей Сдавал экзамены в какие-то университеты Из него даже полковника хорошего не вышло Он был какой-то беспутный, слабохарактерный человек Вообще, такие мальчики обычно, мне кажется, получаются У очень властных матерей Которые очень давят, подавляют волю своих детей И, может быть, такое беспутное поведение ее дочери Это тоже какое-то протестное поведение, скорее Я думаю, что детям ее не хватало Настоящей простой материнской ласки Любви, простых человеческих отношений Мне кажется, что она совершенно не думала о том Чтобы осуществить, проявить замысел Божий О каждом из своих детей Чтобы именно помочь им сделаться тем К чему они предназначены, самой природой Она старалась, чтобы они соответствовали Каким-то схемам, которые она построила Чистолюбивым замыслом И, естественно, как всякая мать В такой ситуации она потерпела фиаско Она никогда не помирилась с дочерью До конца своих дней И более того, когда сын ее умирал И был уже на смертном адре Она не простила ему Его самовольные женитьбы И даже не приехала с ним проститься Поэтому, по-моему, это просто чудовищно В Академии наук все шло замечательно И тут вдруг один из придворных изобразил пародию на Дашкову И императрица весело смеялась А не приструнила на смешника Дашкова в отместку напечатала в журнале Академии наук Провогационный вопрос Правда ли, что раньше высокими чинами шутов При дворе не награждали? А теперь награждают Екатерина Великая обиделась Забрала свои рукописи из журнала Академии А в 1793 году Она, как тогда говорили Намылила голову Екатерине Романовне Дело в том, что в журнале Академии наук Была опубликована пьеса «Книжнина» Вадим, где воспевались республиканские и новгородские порядки А в это время уже шла французская революция И Екатерина боялась всяких аналогий И вдруг выяснилось, что Екатерина Романовна не читала пьесы «Книжнина» В общем, получился скандал И Дашкова подала в отставку Когда после смерти Екатерина II к власти пришел ее сын Павел Дашкову сослали на север, в страшную глушь Павел мстил всем, кто был причастен к перевороту Правда, через несколько месяцев Дашковой разрешили вернуться В свое подмосковное имение И там она жила до самой смерти Занималась хозяйством По вечерам писала свои знаменитые записки В которых подправляла историю В соответствии со своими соображениями При Александре I ее пригласили ко двору Но она отказалась Такое впечатление, что со смертью Екатерины Великой Екатерина Малая потеряла свой удивительный дар С неутомимой энергией бросаться в любое дело Быть во всем первой Дашкова остановилась Решив, что портрет свой она уже довела до ума Неужели эти две женщины так тесно были связаны с судьбой? И когда погасло солнце одной Погасла маленькая планета Под названием Екатерина Романовна Дашкова Екатерина Романовна Дашкова Екатерина Романовна Дашкова